Я появился на пляже. Осмотрев карту, я понял, что я нахожусь на каком-то острове. Я, конечно, захотел осмотреть эту местность, чтобы найти местных аборигенов. И долго искать жителей не пришлось. Спустя пару минут я нахожу их. Опача. Чувак выглядит очень серьезно, бегая с веслом. Hello? Everybody hear me? Hello? What? Не стреляйте, не стреляйте. Я новичок, ребят. Ты тёлка? Ты тёлка? Не-не-не. Привет, ребят. Заходи ко мне в гости. Да не целься, я только зашёл. Я реально, ну, не умею играть. Заходи ко мне в гости. Я могу пофармить вам. Я могу вам что-нибудь нафармить. Можешь мне пофармить? Да. Дерево нафармишь мне? Блин, да вообще без проблем. Вот, надо мне дерева много. А вы прикройте меня, потому что, ну, я постоянно дом пытался построить, меня убивают все. Окей, давайте дам топор. Ты меня нафармишь, я тебе за это рез и дам. Блин, у вас такие дома большие. Эти ребята мне показались очень дружелюбные. Мало того, что они меня не убили, так они дали ещё и топорик. Естественно, если я сказал, что я нафармлю дерево, то этим я обязательно займусь. А также я притворялся, что я новичок всеми доступными методами. Даже пытался им показать, что у меня реально лагает игра. Ты меня... Ты видишь, как у меня лагает? Или это только у меня так лагает? Это только у тебя так. Ты меня прикроешь, нет? А я пойду... Да, я пойду в фармить. Иди просто сам пофарми, потом принесёшь, если что. Если сам пойдёшь, я тебе ещё больше улта дам. Что-то они кажутся очень странными, эти типы. Возле реки я пособирал немного тканей и кукурузки. И приступил к плотному фарму дерева. И вот, заформив достаточное количество дерева, я отправляюсь в сторону их дома. В этот момент я был уверен, что эти ребята дружелюбные. Ребята, ребята, за мной медведи бегут, ребята, помогите. Ой, медведи отстали. Там три медведя, ребят. Зачем ты в меня стреляешь? Я дерево принёс. Зачем ты в него стреляешь? Он дерево принёс. Я дерево принёс, ты зачем стреляешь мне? Я вам помогаю же. Но я приду к ним ещё раз, может быть, он ошибся. Может быть, он понял, что он ошибся, или ещё не понял. Походу, история предателей будет. Ребят, вы за что меня убили? Я же вам дерево добывал. Я же только друзей хотел найти, потому что, ну, меня всё убивают, а вы меня тоже убили. Вам что, не жалко новичков? Да, мне очень не жалко, мне очень. Вот я смотрю в твои глаза и вижу, что тебе стыдно. Извинись, и я уйду. Мне вообще, по... мне вообще не жалко. Извинись, и я уйду. Хочешь, чтобы я тебя ещё раз убил? Собакин Numbers. Окей. Я уже был закалён в боях. Это не первые, и скорее всего, не последние предатели, которых я встречал. И оставлять этих ребят так просто я не собирался. Мне важно было их проучить. Я их не буду рейдить. Я их оставлю напоследок на сладенькое. Я буду их троллить в шкафы, ставить бегать. Хе-хе-хе-хе-хе. Присаживайтесь поудобнее, ставьте лайки. Вас ждёт новая интересная история под названием «Предатели». Я должен был вернуться к этому острову и продумать каждую деталь. А также мне нужно было раздобыть какое-нибудь оружие. Ну или хотя бы скрафтить лук. Блин, ну тут, конечно, с тканью большие проблемы. А тот, кто найдёт секретную фразу, получит игровую мышь Лаги Тэджи Прохиро. О, ткань. Я, может быть, лук сейчас сделаю. Ща, ща я к вам вернусь. Не надо новичков убивать. Вот, я уже крафчу лук и возвращаюсь к этим ребятам снова. Я хочу, чтобы у нас начался, да? Ну ладно, сейчас сделаю. У тебя ещё есть шанс извиниться. Я тебя веслом отфигачу просто! Иди сюда! На! Ща, 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 я знаю, что делать. Я пытался сделать так, чтобы он впустил меня в дом. И кидая копьё в дверь. Но, к сожалению, это не сработало. И мне пришлось его убить. Не хочешь, как хочешь. Я буду сидеть у вас в доме бесконечно теперь. Я взломаю твой дом. Ой, зачем ты его разбил? А, чё, нельзя было? Нет, это мой потолок. На нём написано. Это мой потолок. И всё. Его нельзя трогать. На нём написано «ты долб...» Странно, что в твоём доме это написано, чувак. Я уже начал вас рейдить. Вот что вы будете делать? Да еди на... Ребят, я уже покакал в вашем доме. Вам это не поможет. Блин, вы застраиваете меня. Я ж отсюда не выберусь. Не делайте этого. Ну, подожди, пока с север выйдешь. Ну, я буду тут... Я теперь буду жить в вашем доме круглосуточно. Зачем ты меня убил? Мне как... Ты немного споткнулся, когда заходил. Я подножку подставил. Вставай, хватит лежать. Ес! Минус один! Алё! Выпустите меня на улицу. Не, мне кажется, они не будут меня выпускать на улицу. Поэтому пока их нет возле дома, я знаю, что сделать. Я знал, как можно было передать этот лут через скилл. Но когда я вернулся, я обнаружил одну большую проблему. Этот баг, скорее всего, на этом сервере не работал. Это не работает, фигня. И тогда мне снова приходится искать ресурсы на лук. Хорошо, что найти их на этом острове не составило и труда. Блин, они сейчас за мной пойдут по-любому. Что это ты прилёг? Устал, что ли, да? Устал? Решил полежать. Ну ладно, ладно, я тебе даю шанс. Вставай на колено. Ну ты умер. Бегу я, значит, в сторону их домика и замечаю какую-то странную постройку. Очевидно, это был какой-то тайный бункер, который можно было вскрыть с помощью копий. Ничего себе, это бункер какой-то и он не гниёт. Только металл гниёт. Но это бункер. Короче, работы у меня в ближайшее время будет очень много. Блин, а я хочу его пробурить копьями. Вдруг там лут будет какой-то. Естественно, отставать от этих ребят я не собирался. Если они открыли мне один раз дверь, то, скорее всего, открою это ещё раз. Так, он подкрадывается, он подкрадывается ко мне. Испугался? А что ты на коленях ползаешь? Ты извиняешься, что ли? Я хочу побежать плюнуть тебе в... И именно сейчас я обрёл лучшего друга. Познакомьтесь. Это мой пёсик по имени Шарик. Чтоб вы понимали, ползал он так по травке около пяти минут. И не понимал, почему он не может умереть. И, скорее всего, он бы так и дальше ползал. Но, к сожалению, пришёл какой-то антирадчик и убил нас. Я лежал здесь в надежде, что прибежит его тиммейт. Но я понял, что Франклин действует один. И тогда я появляюсь снова рядышком и начинаю за ним следить. Я хотел узнать, в какую сторону он побежит и где он живёт. Бам! А вот и дом Франклина. Да, это дом Франклина. Пока я крафтил себе лук, Франклин убивал моих предателей. И я не должен был допустить, чтобы он их зарейдил. Лежать нафиг! Кто разрешал издеваться над моими? Над типами, которых я хочу убивать. Каким-то чудом с лука я умудряюсь выбить берданку. И на этом острове начинается полнейший хаос. Паузи, паузи, открывай дверь следующую. Блин, там ещё дверь закрыта. Блин, домик сюда. Домик меня устраивает. Мне, наверное, стоит домик построить, а потом возвращаться сюда. Две лестницы мне принёс, красавчик. Я понимаю, что если я не построю домик, то я могу потерять драгоценное оружие, которое может мне дать хороший старт. И тогда я приступаю к фарму. Мне нужно было построить самый огромный антирейдовый дом. И сейчас вы будете в шоке с того, что у меня получилось. Вы посмотрите на эту крепость. Её просто невозможно зарейдить. Так, мне нужен шкаф. Ещё одна дверь, наверное. Я буду жить на этом острове. Я снова слышу стрельбу с берданки и возвращаюсь к предателям. Оказывается, их снова кошмарил Франклин. Он умер. Франклин. Франклин хороший клиент просто. Кормит меня оружием. Тем же временем, с помощью каменного админского топора, я нафармил на шкаф. Он опять с берданочкой приходит. И это снова был Франклин. Было очевидно, что он пытается найти мой дом. Ну вот я же пытаюсь с вами нормально общаться. Зачем вы таксичите? Тем же временем, Франклин постоянно прибегал ко мне и пытался меня убить снова и снова. Блин, он неугомонный. Он опять бежит. Он опять бежит сюда. Hands up! А я говорю. Блин. Мне кажется, надо дом расширять. Иначе меня зарейдят. Как-то раз у Франклина даже получилось меня убить. Ну все благодаря медведю. А, медведь, нафиг. Ну одно дело убить меня, а другое скрыться от меня. Лежать. Эй, мистер Франклин, мистер Франклин. Мистер Франклин номер. И тут я принимаю решение пойти поформить фермеров. Ведь я хотел немного улучшить свой домик. Это мой клиент. С железным топориком фармил. Офигеть, этот остров населен. Различными типами. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 300 скрапа. Да уж. И вы не представляете, какая же на меня начнется охота на этом острове. Все будут пытаться меня найти. И мне стало еще страшнее заходить в мою кибитку один на один. Ведь меня могли убить в спину и забрать все ресурсы. Короче говоря, я принимаю решение самому поформить немного камушков. И добавить хотя бы несколько дверей. Капец, он меня напугал. Убегай отсюда, убегай. Тут стреляются. А, окей-окей. Да уж. Если бы этот челик был с пайпом, то скорее всего я потерял бы все ресурсы. Но хорошо, что это был всего лишь какой-то бомжик. Капец, он меня напугал. Вот этот чел. Наконец-то в моем домике появилась вторая дверь. Но проблема в том, что она была всего лишь деревянная. Мне нужно было найти где-то металл. А мои предатели самую малость затихли. Я не знаю, чем они занимались. Быть может, что они в этот момент фармили, чтобы меня зарейдить. Но раз пока что этих ребят не было, у меня было время, чтобы заняться своими делами. Я начинаю бегать по своему острову в поисках хрюшек. Мне нужно было поставить печку, чтобы наплавить там металл. Но за мной постоянно следил чувак с ником Франкмен. Было очевидно, что он ищет мой домик, чтобы меня потом зарейдить. Ведь только с него я уже выбил больше строчки пушек. Я действовал максимально скритно. Мне нельзя было спалить мой домик. Поэтому я всегда выходил из своего дома голеньким, чтобы он не видел, что я в его одежде. Я не знаю, что тут происходит на сервере. Оооо, хелло, мистер Франклин, ооо, хеллоо, мистер Франклин, ооо, хеллоо. Посмотрите на это, это мой новый сет. Ооо, хеллоо. Ооо, хеллоо. Ты хочешь узнать, где я живу, или что? Потому что ты слишком много времени убил меня. И знаете, было очень страшно, ведь я понимал, что, скорее всего, у него есть тиммейт, который вот сейчас должен меня убить. Но я все равно пытаюсь с ним поговорить. Я знаю, я знаю, ты думаешь, что я хакер, верно? Я получил 20к в этом игре. Ты можешь верить в меня, я не плохой человек. Я не использую чипы. Привейт профайл, мейт. Топия администрация уже на твою... Я сделаю тикет на эту... О, не, пожалуйста, не бань на меня, мой друг. Пожалуйста, не, не тикет, не тикет, пожалуйста. Я ему рассказал, почему я здесь поселился. И даже предложил ему перемирие. Ведь мне стало жалко его убивать. This guy is so bad boys. I actually am planning to raid you. You think you wanna raid my base? You can try it. You can try it. It's no problem, you can raid my base. Но он все-таки выбрал путь войны. Но мое дело, как говорится, предложить. See ya, bro. You can raid my base. И как вы думаете, для чего я сейчас формлю дерево? Правильно, я хотел вскрыть тот таинственный бункер. А потом, неподалеку от меня, я встречаю какого-то бомжика. И предлагаю ему отличную работу. What's up? Привет. Дай мне копье по лицу. Зачем? У меня для тебя есть другая работа. Ты можешь мне помочь. Конечно же, он не смог отказать такому добряку. И вот, мы уже вдвоем, бок о бок, начинаем выдолбливать этот каменный фундамент. Да и судя по его нику, он был тем еще строителем. А то я один бы тут долбил целую вечность. А тут какой-то секретный бункер, который хочется открыть. Чувствуешь, да, мощь? Эдгар Носок, это не твой тиммейт? Твой тиммейт. Ай, бери Берду, бери Берду, у меня вывалилось. Блин, я потерял друга своего. Я потерял своего друга, на с кем мы выдолбливали фундамент. Но я смог за него отомстить. И добивать фундамент мне пришлось в одиночку. Ух ты. Ух ты, тут металл. Ух ты, нифига. 50 веревок? И шкаф открыт. Что? О-о-о, хорошие пацаны. Блин, я не зря этот домик вскрывал. Естественно, этот бункер я решил оставить себе. Ведь он был явно просторнее и интереснее, чем мой домик. Тут 100% кто-то в ботиночках топал. Только где этот кто-то теперь, непонятно. Потом я снова формил дерево возле маленького домика на речке. И вы не поверите, что с ним дальше будет. Я собираю некоторые компонентики, чтобы наконец-то добежать до переработчика и получить металл. Как вдруг слышу взрывы сачелей. Естественно, первая же моя мысль была о том, что рейдят меня. Я келяюсь и появляюсь в своем домике. Оказывается, мистер Франклин рейдил тот домик на речке. Я постоянно его рядышком убивал, но он подумал, что я там живу. Так это он мой дом пытался зарейдить, походу. Я смог полностью отбить этот домик и даже застроить. Теперь я официально мог байтить своих противников на него. О, я знаю, что я буду делать. Эй, why you raid my base, man? What the fuck are you doing? Меня убило и гревик запал, это карма. А потом на звуки взрывов прибежали клановые игроки, которые жили на другом острове. В скором времени я познакомлю вас с их домиком. Нифига себе. Я, конечно, попытался их перехватить, но что-то пошло не так. На тот момент я еще и не подозревал, где они могут жить, поэтому я бегал по своему острову и пытался найти, где будет хоть какое-нибудь движение. И в итоге прибежал снова к этой речке. Оказывается, что в сети появились мои соседи. Этим же временем я изучаю лестницу, ведь знаю, чем можно заняться в ближайшее время. Вы посмотрите на этот прекрасный домик. О, они куда-то улетать собираются. Куда они летят? Стоп, неужели они рейдить будут? Офигеть, тут серьезный клан живет. Но ничего, рейдить они не собирались. Они просто делали круг, чтобы долететь до нефтянки. А этим временем у меня уже были лестницы, чтобы залезть к ним в дом и посмотреть, как у них устроена территория. Ух ты. Я знаю, где у них лутовая будущая будет. Судя по всему, эти ребята не успели достроить и поставить двери. У них был готов только макет. И в этот момент я заполучил очень важную информацию о строении этого дома. Я знал, где у них будет в будущем лутовая. А я уже рейдил такой дом. Так, какой-то этаж будет. Так, это третий. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый этаж. Пятый этаж это будет лут-ром у них. Я бегаю по их территории, замечая машину с кемпер-модурем, в которой потенциально могли быть какие-то ресурсы. Чем можно быстро взорвать тачку? У меня оставалась одна сочелька. Я начинаю за ней плыть и слышу взрыв. Очевидно, это взрывали эту тачку. Кто-то был таким же умником, как я. Опа, 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 тут другой чел разбивает. Другой чел занимается тем, что я хотел сделать. Я принимаю решение попытаться его убить. Но из-за того, что у меня был Томпсон, а у него берданка, это сделать не получилось. Познакомьтесь, это чувак с ником Бездарь. Я беру берданку и возвращаюсь к этой клановой базе, в надежде, что они вот-вот прилетят. Но судя по всему, у того игрока с ником Бездарь были свои планы на этот клан. И получилось так, что я пытаюсь заруинить клановых игроков, а он пытается заруинить меня. И тут я принимаю решение проследить за ним, чтобы вычислить, где он обитает. Я знал, что он живет где-то неподалеку от этого клана, ведь приходил он слишком быстро. Я начинаю убивать абсолютно всех на своем пути и проверять каждый ник. Я должен был найти его дом. Чувак с ником Минус. А где чувак с ником Бездарь живет? Я смотрел все домики поблизости, но движений никаких не нашел. И тогда я решаюсь посмотреть немного дальше. И замечаю, как антирадчик выжигает деревянную кибитку. Это не Бездарь ли случайно выжигает сейчас домик? И тут, наконец-то, я нахожу его с огромным количеством ресурсов, которые я, естественно, понимаю, что надо где-то засейвить. Поэтому неподалеку от этого места я принимаю решение отстроить небольшой туалетик, в котором я собираюсь засейвить все ресурсики. Теперь круг поиска сужается. Я примерно понимаю, откуда он теперь приходит. И иду искать движение на той стороне. Ну вот, я теперь и нашел, где он живет. А, у него выход на крышу был. Понял. Хорошо, что он все предусмотрел и поставил магазин, на который я спокойно запрыгнул и залутал его. Ой, ты мой Бездарь, ой, ты мой хороший, ползает здесь. Ай-яй-яй-яй. А теперь он пытался проследить, куда я бегаю, чтобы найти мой дом. Ой, а ты что присел? Тут тебе ревик не поможет. В этот момент в нем я узнаю себя. Он был таким же соло-игроком, как я. И цели у нас были примерно похожи. Я принимаю решение его простить и попробовать с ним договориться. Ведь, как говорится, враг моего врага, мой друг. О! Удиловое предложение есть. Какое? Давай вышку пиксельную настраиваем прямо у них. Вот там на горке. Так они же еще не достроили дом, можно с лестницами к ним запрыгивать и убивать спокойно. Короче говоря, мы с ним немного поболтали и нашли общий язык. Я выяснил то, что он соло-игрок и этот клан не дает ему играть. И теперь нас было двое. Я просто понял тоже, что ты в соло играешь, как бы, и что-то руине тебе лишний раз тоже не хочется. Хотя у меня на тебя чуть-чуть пригорело, когда пару раз ты сорвал мои планы и я там их дипал. Тут ты со своим ревиком, блин. Мы с ним договариваемся о совместной вылазке в сторону их дома. И я отправляюсь сейвить все ресурсики домой, которые я выбил. Кого же они первым делом зарейдят? Мне кажется, зарейдят моего соседа. А я уже пойду в следующую очередь, как говорится. Прям не особо верится, что они захотят зарейдить кибитки, когда стоят такие жирные домики. Этим же временем клановые игроки уже вовсю катались на моем острове и бегали возле моего домика. И я понял, что прежде чем идти их доставать, мне нужно было укрепить защиту и поставить хотя бы пару дверей. Спасибо, что у меня было место благодаря этим двум веселым ящикам. У меня было ощущение, что они вот-вот придут меня рейдить. Это твоя ошибка стрелять в типа. И твоя тоже. Ошибка! Ошибка стрелять в типа. Ошибка, понимаешь? Ошибка. Спасибо. А то что ты мне сделаешь? Я? Я тебя... Да, я уже боюсь, поэтому я тебя поднял. На, возьми. Может по пути убьешь кого-то. Только не делай то, что ты говорил. Удачи тебе. В этот момент я еще и не понимал, что этот парень, оказывается, живет на этой ферме. Но они меня сейчас волновали меньше всего. Мне нужно было заправить печки и улучшить свою крепость. Тем же временем в чате просили меня зарепортить, чтоб меня забанили. Я не знаю, что я делал не так, но в этом вайпе все говорили, что я читак. Наконец-то я улучшаю немного свой домик и у меня появляются железные дверки. Теперь я мог проворачивать свои грязные делишки. А я плыву доставать клан. Скоро будет гореть пукан. Типов отфигачу, скорее всего умру, но получу жесткий фан. Первым делом мы собрались с Бобой. И теперь мы были готовы действовать. Блин, их там просто много. У нас шесть лестниц. Один минус. Меня убили сразу же. Сзади тебя. Убил. Убил. Болт забрал. О, тут камни-миллиард. Поднимаю. За мной идет Бип. Убил. Я у них внутри. Опа, у меня меня убили. И все. После таких заявлений я точно должен был вернуться туда снова. И забрать у них как можно больше ресурсиков. Но только на этот раз я продумал план отхода и взял с собой подводный сет. Убил. Я пошел под воду. Так, я уплываю. Вижу, голуби жит. Его надо убивать, его надо убивать, он меня сейчас убьет. Убил? Да, да, да. Еще один. Один. Один в пиках. Меня чуть не убил. Убил. Хорош. Убил. Убил. Забираю атомик. Боба тоже хотел спрыгнуть в воду и уплыть, но что-то пошло не так. Он сломал ноги. Поднимать его не было времени. Клановые игроки поднимались за мной наверх, чтобы меня убить. Поэтому я просто хватаю пушки и уплываю. Я укажу. Хорош. Ну, строчка пушек. Сюда просто. План отхода полностью сработал. Мы вытащили с них очень много оружия. Они уже собираются поставить турельки. Потом мы полностью заняли их отстрелочную. И сидели мы здесь около 30 минут. Никто на улицу выходить не собирался. Судя по всему, они немного нас боялись. Выходите. Я что, буду вас долго, что ли, тут ждать? Выходите быстрее. Я вас убью и пойду спать. Вы что тут сидите? Блин, мне кажется, у них очень сильно горит. Ну, блин, их дом можно... Реально, у них вот прям такой домик вообще. Я не представляю, сколько у них лута должно быть, если их вскрывать. Ну, ты нахуй, ты нахуй не нужен, бот слабый. Я слабый бот, а боишься выйти ты из-за своего дома, представляешь? А я в твоем доме сижу, чувак, очнись. Короче говоря, я байтил их как только мог. Разбивал все гантрапы, ставил потолки. Но их не интересовало это. Они просто боялись выйти. Зато теперь в их доме я был как рыба в воде. Я знал каждую лазейку, куда можно будет запрыгнуть. Давай, давай, найс. Я попытался их дождаться, но понял, что ловить здесь больше нечего. И вернулся к себе на остров. Этим же временем возле моего домика речные жители возводили свою ферму. И остальное время сидели под моим домиком. Я не понимаю, чем они были недовольны. Школьник Алеша, 12 лет. Я школьник Денис, 13 лет. А я взрослее получается. Получается так. Ты тут, наверное, кукурузку насобирал уже? Алеш, ты их бьешь? Леш, ты их бьешь, Леш? Да это нытики из чата. Их убьешь, они потом будут два дня вонять. Ну так ты читы выключи, никто вонять не будет. Все, подожди, подожди. Выключай, выключай от щиты. Выключил, все. Ну вот и не включай. Забейся с кум, блядь. Когда разговаривать научишься нормально, тебя никто бить не будет. А тебя не буду бить, ты нормальный чувак. На, покушай тыкву. Как-то раз хозяин этой фермы даже попытался меня забайтить в ловушку. Но он не знал, что я прошаренный. И знаю, как эту ловушку пробежать. Вот это жесть. О, топорики. Ммм, одобряем. Хорош. Но в этой ферме жили два персонажа. Один из них был токсичный, а другой из них был добряком. И вот из-за второго я не хотел убивать первого. И наоборот. Короче говоря, здесь происходила какая-то Санта-Барбара. Добрый житель фермы, судя по всему, не поддерживал своего друга. Поэтому он просто меня выпускал. Даже после того, как я зарубил его токсичного тиммейта прямо у них внутри. Да уж, первый день выживания был максимально странный. Я сделал очень много различных вещей. Изучился, поставил второй верстак. И обрел огромное количество противников. И уже со спокойной совестью отправился отдыхать. Наступает второй день. Во второй день у меня сразу же бросается в глаза новое строение этого клана. Они немного огородили забором, чтобы мы больше к ним не могли попасть. А также у моих предателей изгнил один домик. Но не спешите расстраиваться. Они вдвоем начали жить в этом домике. И чуть позже мы еще с вами с ними увидимся. А соседи с фермой рейдили все деревянные домики, которые находились неподалеку. Давай, давай, рейди. Давай, давай, я тебя не вижу, если что. Ты один тут рейдишь. Никто за тобой не смотрит. Рейди, рейди. Он со всеми этими ресами рейдил дом? Я не понял. Блин, какая-то бомжара. На этом острове на следующий день появилось очень много новых игроков, которые постоянно меня пытались убить. Все равно не уйдете. А, ну теперь понятно, кто это. О! Блин, ну домик хорош. 180 скрапа. Это мне как раз патроны изучить. Как-то раз, бегая в зиме и фармя камушки, я услышал большой рейд. И вы посмотрите, какую крепость они рейдили. И тут внезапно мы находим тачку, которая стоит возле этого забора. Было очевидно, что в ней может быть что-то находиться ценное. Поэтому мы с Бобой решаем ее разбить. О, нормас, нормас. Ой, слушай, ну чирка вообще выносит как надо. О! Где ракетница? О, нашел скоростные, скоростные нашел. Уезжай! Нет, нет! Уезжай! Уезжай, уезжай! Тут оружия много. Ты должен это сделать. Куда ехать? Да куда-нибудь просто подальше. Все, отсюда можно пешком идти. У нас наконец-то появляются скоростные ракеты, которые мне были нужны, чтобы проникнуть на территорию клана. Но для начала нам остается выбить последний недостающий элемент. Ракетницу. Блин, елки-палки, а куда мне все это складывать? Готов. Я возвращаюсь сюда снова и вижу то, что эти рейдеры перелазят через забор. Это означало одно, что у нас еще осталось время, чтобы что-нибудь оттуда енькнуть. Тогда я, появляясь дома, крафчу побольше шприцов, ведь понимаю, что придется прыгать через забор. Хватаю берданку и возвращаюсь к ним снова. Да, у головы два хитая ему. Я его убил. Убил около шеста. Понял, прыгаю. Давайте. Да, все, все. Так, я здесь, все. Забрал калаш. Найс, базука со зажигательными. Интересно, они все отсюда высосали или нет? Как они туда? Нашел. Нифига себе, тут дыра. Тут третий верстак. Ооо, нифига себе. Ооо. Так они вообще не забрали все отсюда. Скоростные ракеты есть. Если они на корове прилетят, им будет очень больно. И чтобы отсюда выбираться, нам нужно было как минимум зачистить территорию снаружи. Ведь под нашим забором сидело огромное количество игроков, которые жаждали забрать все, что забрали мы. А еще тот клан был явно не в восторге, что мы убили их, ребят. Убил. Честно говоря, у меня просто разбегались глаза. Я не знал, что брать отсюда. Ведь мне нужно было абсолютно все. Тем же временем агент Боба отправлялся домой. Он должен был принести мне шприцы. А я остался прикрывать эту базу. Я в отстрелки у них бегаю. Вижу, бегут. Один минус. Перелазит. Вижу его. На 20 стоит. Убил. Одного. Вижу пулеметчика убегает в лес. Дал хит. Убил слева. На самом деле в такой ситуации было забавно оказаться. Я нахожусь в чужом доме и пытаюсь его отбивать. Ну точнее как пытаюсь. Я пытаюсь воровать как можно больше отсюда ресурсиков. И знаете, что самое страшное было? Что у меня кончились абсолютно хилки. А меня пытались запушить со всех сторон. Он пашку убил. Кстати говоря, Боба до меня добежать со шприцами не смог. Его перехватил пулеметчик. Я остаюсь в западне и понимаю, что отсюда я ничего не вынесу. Вы там с пулеметами приходите на эффект. Целой ордой. Ради того, чтобы какие-то берданки жалкие забрать. Я буду до последнего драться. Да оставьте вы мои берданки в покое. Дайте пожить чисто, насладиться ими. Да нет, это мои берданки. В конечном итоге у меня остается 30 хп и деваться мне уже было некуда. Я понимал, что я умер. Но вы же знаете, папа чист не сдается до последнего. Меня убили, все. Но благодаря моей смерти этот клан расслабился. И Боба умудрился выбить у них пулемет. Он остался заперт на этой территории. Мне нужно было помочь ему оттуда выбраться. А там внутри кто-то есть? Или ты один? Нет. Ищи тут дырку в заборе. Давай дырку в заборе найдем, что вытащим. Я буду через забор перекинуть. А нет. Тут че он на мне? Кидай, кидай, кидай. Я пошел сейвить. Нифига себе. А по пути к его домику я и вовсе нахожу аирдроп. Что нафиг? Я дроп нашел с сишкой. Все это благополучно. Я сейвлю в смоустэшек и возвращаюсь к нему. Долутывать этот самый домик. В итоге в этом же домике мы находим огромное количество различного барахла. От компонентов до каких-нибудь пушек. И уже спокойненько выбираемся отсюда. Нам нужно было все это сейвить. Прыгай. И чисто понял, бомжара подбегают и лутают. Доставщиков лута. Да, да, да. А я только сказать хотел. Смотри, нифига себе наворовали вообще красиво. Не зря дрались с ними так жестко, так жестоко. Сражались как льва. Блин, ну я там дрался до последней хпшки. Я ему показал, где зарыт его пулемет, который он ёнькнул. Забрал сишку и отправился в сторону дома. А по пути заглянул на маяк и переработал все, что мне было не нужно. На сегодняшний день у меня были грандиозные планы. Но чтобы все это реализовать, мне нужно было очень много подфармить ресурсиков. И поставить третий верстак. Поэтому все остальное время я занимался сладким гриндом ртшки. Ммм, как вкусно. О, это мой любимый контент. Бегать, убивать ботиков, лутать ящики. Хе-хе. Кайф. Зато базуку смогу изучить, наверное. Я заглядываю во второй верстак и понимаю, что мне нужно еще очень много скрапа, чтобы наконец-то изучить базуку. Ведь у моих клановых друзей появилась корова, которую я хотел взорвать. Тем же временем у меня домик был слишком маленьким. И оставлять все за одной стенкой было очень опасно, ведь у меня было слишком много врагов. Я отправляюсь фармить камушки. И в какой-то момент слышу звук коровы. А куда они летят? Они ищут мой дом, что ли? Я не понял. Корова летает возле меня. Они что, полетели опять на этот? На Оилрик? Стоп, они садятся. Они садятся. На этом острове противников у них не было. Они, очевидно, пытались найти мой домик. И так как я постоянно к ним прибегал в хорошем сете и с оружием, они подумали, что я живу на этой территории. И это была их большая ошибка. Что? Они сейчас будут рейдить моих соседей. Я буду драться до последнего. Они уже сюда идут. Они уже идут сюда. Я буду драться до последнего с ними. Пофиг. Еще одного убил. Еще одного убил. Еще один калашист. Сейчас будет заруба, жесть! Сейчас рейды будут. Сейчас все будет нафиг. Я должен их убивать. Они, походу, собираются рейдить кибитку. Минус еще один калашист. Еще один вижу. Минус еще один. Это, это что такое, нафиг? Еще есть по-любому. Я знаю, что еще есть. Же... Ты че так напугал меня? Они думают, что я с той базы, по-любому. В конечном итоге, на своем острове я убиваю целый клан. И сейвлю абсолютно все, что я с них выдал. Но я не знал, куда девать эту корову. Поэтому, решаю сделать им кэшбэк. Полетели, слышишь? Давай, чтобы меня не убили. Полетели. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Давай посмотрим, что они собирались рейдить. Да, они вот этот дом собирались рейдить. Ты че со своей берданки с глушителем пукаешь за своего дома? Верни корову, пишет по-братски. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Возвращаю корову! Возвращаю корову! Ой, блин! Пацаны, я вам корову вернул! Я вернул вам корову, ребят! Нет, брат! Нет! Конечно, я пытался их байтить различными методами и писал им в чатике. А у этого клана был собственный план. Они хотели захватить мой остров, но я постоянно им мешал. Он что, опять сюда бежал? Блин, у них реально много рясов. Но, как оказалось, этот парень был всего лишь приманкой. В тот момент, пока я отвлекался на него, они начали рейдить моего соседа. Скорее всего, они подумали, что там живу я. Они уже на моем острове нафиг! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Блин, я не успею дом улучшить. Они реально рейдят! Они рейдят! Они рейдят моего соседа Франклина! Только не Франклин! Нет, он мне столько оружия подарил на старте! Пожалуйста, не делайте этого, ребята! Я захотел его спасти, чтобы потом его зарейдить самому. Это был мой коварный план. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Четыре ракеты... Нет. Это уже шестая или восьмая. Я могу не успеть. Так, один там под скалой, понял. Но надо быть в фулл фокус сейчас. Они, походу, пробили уже его дом. Нет, еще пробивают. Трой их убил. Еще в воде убил. Ракеты! Блин, страшно здесь бегать, осознавая, что челики могут прийти с любой стороны сейчас. Неужели они подумали, что я живу в этом доме на воде? В конечном итоге этот клан в последний раз выписывает сообщения в чате и просто выходит с этого сервера. Такого поворота сюжета я явно не ожидал. Тем временем у меня наконец-то появляется ракетница и ракеты. И теперь я мог бы их зарейдить в ответ. Интересно, это все их ракеты были или нет? Эй, выходите нафиг! Вы че, как слабые? Два раза умерли и все, и ливнули? Ну как два, точнее, два десятка раз, ребят. Ну все бывает. Вы не расстраиваетесь, ну. Такое бывает в этой игре. Зачем ливать-то сразу? Слушай, по-моему, никого нет. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! По-моему, никого нет. А они, походу, подумали, что я живу в том доме, смотри. Пришли его рейдить, а я их убил там всех. Забрал ракеты и все. И конец. Да че-то отмазка у них такая себе. Слышишь, можно вскрыть их дом потом. Ракеты изучить. А я знаю, где лутовая у них. И ты тоже знаешь. Это изи. Ну, для начала я решил дорейдить домик Франклина, который постоянно пытался меня убить. Эй, жулик, ты че здесь делаешь? О, это сосед. Давай, зарейдим его. Ух. Ну смотри, смотри, какая красота. Ну че-то... Мне кажется, он вчера слил все пушки мне. Жесть. Тебе надо че-то? Забирай. Все, что надо, забирай себе. А пока я рейдил Франклина, кто-то зарейдил ферму моих соседей. Покажите документ, который разрешает вам рейдить. Еще один! О, господи, боже мой. О, господи, боже мой! Не может быть нафиг! В итоге, с того домика я сейвлю абсолютно все ресурсики, которые мне были нужны. Ха-ха-ха-ха-ха! Это что такое нафиг? Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! 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 Судя по этим крикам, эти ребята были совсем недовольны. И в какой-то момент я решил их немного пожалеть. Я понял, что это не совсем опытные игроки. Отдал им полностью остатки и предложил им небольшую работенку. Эээээээй! Maybe five times, and took so many AKs, gear sets. О, ну, как, ты нужен для нас? Это мой последний план. И знаете, мои рыб... Ой, то есть работяги приносили мне серу постоянно. С ними было приятно иметь дело. В свободное же время я улучшал немного свой домик на воде. Ведь понимал, что если меня придут рейдить, то это будет очень печально, и я потеряю очень много времени. А также мне нужно было место, куда бы я смог поставить свои печки. И спустя пару часов серу у меня уже хватало, чтобы провернуть наш план по захвату их базы. А своих работяг я постоянно снаряжал оружием. В общем, были довольны все. И они, и я. Потом я переработал зажигательную ракету, чтобы вытащить оттуда экспу, и наконец-то ее изучить. Ракета сейф. Изучил наконец-то все, что мне было нужно, и встал на плавку серки. Ведь именно ее нам не хватало, чтобы накрафтить достаточное количество ракет. И спустя примерно час мы отправляемся на рейд клановых игроков. Готов? Давай, перезаряжайся. И вот турель, видишь? Ты ведь не скидывал ракету дома? Не, не скидывал. Готов? Поехали. Я думаю, еще одну. Мы лестницами поднимемся наверх. Минус. Все. Давай, знаешь, как сделаем? Поднимемся и сломаем лестницу сразу. Турелей нет. Надо лестницу сломать. О, тут они еще продают, они не деспавнили, это уже хорошо. Да, разбивай. Лестницу только дай. Мы же знали самый короткий путь, как попасть к ним в лутовую. Накидываем сишку на бойницу и ждем, пока она взорвется. Взрываем пару скоростных ракет и наконец-то избавляемся от этой проклятой бойницы. Забираемся к ним внутрь. И тут я замечаю один большой прокол. С другой стороны, оказывается, у них не было окон. А, нифига, что тут дырка была? Тут с другой стороны дырка. Где? Да тут везде дырка нафиг. Ой, блин, ладно, все, забей нафиг. Мы этого не делали. Мдааа, вот это рейдеры. Похлопаем всем чатом. Жесть, какой это абсурд, я в шоке. В итоге мы пробрались к их огромной лутовой буквально за 9 ракет. Возьми ракеты. Пусто, 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 ясно. Пусто, пусто, пусто. Ясно. Не успели перенести. Они не успели перенести снизу, все. Ты думаешь? Ну, давай еще две бахнем и глянем. Бахать? Да. Сейчас, сколько их? Ну, одну бах. Не, стой, стой. Не бахай. Билд электрик. Нету. Бессмысленно. Это диспавн? Нет, они не успели еще перенести. А как вниз? А вниз? Это забей. В итоге мы принимаем решение прорейдить их по дверям. Ведь это были даже не гаражки, и зарейдить их не составило труда. Я внизу. Все, вот я здесь, где и надо. А, ну вот и центровина. Вот тут у них шкаф. Ты? И че? О, я умер от гантрапа. Все, флотен. О, 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 о. Тут, слышь, они не диспавнили. Сишка есть. Порох есть. Серый, две строки. Не, 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 стой. Подожди, не надо. Тут калаши тут. Ха-ха-ха-ха. Смотри, ракеты лежат. Все, это окуп Стой, пока не бахай ничего Сан О, так тучи, тут все есть И лестницу есть, все есть Этот клан после всех поражений просто взял и ливнул с сервера Но благо, что свои ресурсы они не диспавнили И поступили как настоящие мужики А я тем же временем не нуждаюсь в этих ресурсах Поэтому зову сюда отряд новичков Которые полностью здесь все слутают И вы не поверите, как долго мне пришлось ждать, чтобы они залезли на лестницу Они были настолько новичками, что не знали, как за нее зацепиться И чтобы очередной раз не ждать, когда они поднимутся по лестнице Мы решаемся пробить им вход Просто остаться здесь Окей, давай Давай, давай Давай, ребята, следуй мне Что значит, если у них есть боби-трапы? Добавь это все Добавь это все Я думаю, что вы нужны Добавь это Я получил АК Я получил АК Они такие довольные, жесть В итоге я жду, пока они вдоволь налутаются и прикрываю их до самого дома И потом у меня остается последняя задача для этих ребят И счастье у этих ребят просто не было предела Это, скорее всего, был их первый рейх Суууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу ха-ха-ха-ха омй Год Лес го гас, лес го На outline Спасибо оpendrine ты счастлив? Мажем, они gusta anyone Я ем очень счастлив Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ты же настолько как-то buddies Это мой первый канал готова на агрег undertook И не на модульм predecessor slack,ryl leaked me Я все Rain Я leaking motivator Ты... тыsoy nice в итоге у меня остается последнее дело но вы не подумайте рейдить предателей я не собирался в оффлайне я хотел дождаться когда они зайдут в онлайн чтобы их немного проучить у меня был гениальный план как проучить предателей я взрываю у них 4 потолка чтобы добиться до шкафа но я его не застраиваю мне это нужно было лишь для того чтобы я мог лечь у них спать в домике и оставить им записку ведь я был уверен что они зайдут на следующий день но прежде чем проворачивать эту схему я должен был попрощаться со своими друзьями ну и конечно же как я и обещал я отдал вам все свои домики кроме одного который мне еще нужен был на последнее дело лозит all doors right this base for last deal right thank you no problem see you tomorrow guys yes it tomorrow thank you have a good day это теперь я хватаю ресурсики чтобы восстановить их домик и оставить их на содержание чтобы у них не сгнил дом я поставлю им обратно шкаф поставлю спальник возьму немного дерева привет это я биба а ведь мы могли провести хороший вай вместе но вы меня предали и это ваше наказание либо от бобы привет все я лягу спать прям здесь зайдя на следующий день я заметил то что спальника в их доме у меня нет а это означало одно что они все-таки зашли на сервер и проверили записку алё малой менчик и собакин выходите ты собираешься как показала практика такой урок они не восприняли но я знал как их можно еще раз перевоспитать но для этого мне нужно было очень много дерево так дрон я пока оставлю трубы оставлю и пойду застраивать пацанчиков эти ребята еще не знали на что способны соло игроки которых предают но я должен был преподать им максимальный урок поэтому пока они были в онлайне я пошел их застраивать прямо у них на глазах чтобы они видели что выйти они с этой территории больше не смогут сари бесплатная территория тебе нравится в итоге я полностью застраиваю их заборами и начинаю смотреть за их реакцией он сидит на стуле и смотрит на свою территорию еще взлететь не могу у меня сломался дрон ты что там делаешь ты разбил мой дрон эй ты что ты наделал я не знаю что он делал в своем домике но судя по всему он что-то разбивал и скорее всего это был мой дрон я долгое время наблюдал за ними но выходить со своей территории что-то делать они не собирались у меня даже появилось ощущение что они разбивают свои ящики чтобы задеспавнить лут и тогда я принимаю решение зарейдить их пока они все еще были в онлайне а для чего я взял с собой бензопилу вы сами скоро все увидите мне кажется такого он своей жизни еще не видел эй хэллоу открывайте двери а а а Ток-ток! 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 Он оставил мне записку нафиг! Не бойся, я ушел из игры. Ну или пойду играть на другой сервер. Ну и нифига ты никакой не новичок с 500 часами. По сравнению с тобой я новичок. У меня меньше тысячи. Да и тем более я тебя тогда убил, так как много плохих людей играют в эту игру и зачастую такие, как ты, фармеры, обманывают и убивают. Но как это может быть, если я ж тебя тогда не тронул, чувак? У меня не было никаких плохих мыслей, когда я вам пытался помочь. Наоборот, я хотел, чтобы вы меня научили играть. К сожалению, вы поступили так, как поступили. Да, это был действительно только ваш выбор. А ведь если бы вы меня не предали, история могла бы повернуться в совсем другое русло. И скорее всего, этот видик был бы про дружелюбных ребят, которые мне помогли, и я бы устроил вам просто шикарнейший вайб. Но вы выбрали тот путь, который выбрали вы. А свой домик я отдал тем дружелюбным новичкам. Ну а я искренне надеюсь, что тебе этот ролик понравился и ты поставил свою оценку. И если ты хочешь поддержать меня, не забудь написать комментарий. Это очень важно. И никогда не предавайте тех, кто пытается вам помочь. И вообще, будьте чуточку добрее. И тогда мир в ваших глазах станет совершенно другим. Ну а для тех, кто досмотрел досюда, хотел бы вам показать небольшое путешествие к ЭДЛу, к которому мы собирали компьютер на стриме. Да, у меня колени дрожат. Это... О боже. Да у меня трясутся руки. Я думаю, я сейчас это вытащу и она выйдет. Ну вот и он. Монитор. Мечты, так сказать. А это его старый компьютер. Познакомьтесь. Вы посмотрите на эту шикарную кнопку. Да поюс он, конечно. Да я поюс он, братус. Не, это имбан. Если честно, от такого подарка даже собака была в шоке. Спасибо огромное всем, кто присутствовал на стриме и участвовал в сборе компьютера. Все вместе мы смогли с вами исполнить мечту ЭДЛа и собрать ему компьютер. И теперь он может спокойно играть в раст и запускать стримы со своего компа. Спасибо вам огромное еще раз. Вы просто молодцы. Отдельное спасибо хотел бы сказать и тем ребятам, которые появляются на экране. И всем тем, кто присутствовал на стриме, когда мы вершили эту историю. Ну а подробности об этом компьютере вы можете увидеть в моем телеграме. Приходите туда. Там будет полная версия видосов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова